Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите выпуски. Это дает возможность отключить легкие на определенный срок и дать возможность реабилитироваться легким. Ранние пташки знакомятся со слушателями визуально, а ведущие утреннего эфира радио ФМ на Дону отправились в Целину. Люди сейчас посмотрят нас, увидят, что мы разные, будут различать. Вот теперь наконец-то они будут... Кстати, я думаю, это действительно удобно. Серьезный конкурент котам и собакам, как домашнее животное. В Ростове отметили День Харя. Нафаня, он ласковая плюшка. Его взял на руки, он все лапки свесил. Я плюшка. Я плюшка, я мягкий. Больше 33 миллиардов рублей собрал в Государственный дорожный фонд «Платон». Куда идут эти деньги, представители системы отчитались в пресс-центре Донмедиа. Например, в Ростове в прошлом году отремонтировано 19 участков дорог. Система «Платон» дает весомые результаты, уверяют ее сотрудники и чиновники. Деньги, собранные из больших грузов, тяжелее 12 тонн, идут на восстановление разбитых ими дорог. Владельцы постепенно понимают, что платить и надо, и регистрируются. Сейчас мы фиксируем, что система работает в штатном режиме, уже спокойно регистрируются новые пользователи и каких-то серьезных недочетов в работе системы мы не отмечаем. В Ростовской области в системе зарегистрировано больше 27 тысяч большегрузов, а это 96% от их общего числа. То есть платят почти все. Дон получил полтора миллиарда от «Платона» на Ворошиловский мост. Более 400 миллионов рублей в прошлом году на дороге. Почему на них ремонтировались в основном ростовские магистрали, объяснил министр транспорта. Город Ростов-на-Дону в следующем году принимает чемпионат мира по футболу, является городом-организатором. И в текущем году мы за счет этих средств отремонтировали 19 улиц в городе Ростов-на-Дону. Общая протяженность этих улиц более 56 километров, более 330 тысяч квадратных метров. Кстати, в выборе объектов, на которые должны пойти средства, участвуют и сами дальнобойщики. На сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ «Карта убитых дорог» есть отдельный раздел для грузовиков. Координатор проекта объяснил, почему среди предложений перевозчиков появляются улицы, по которым 12-тонники не ездят. Дельнобойщик отмечает дорогу сначала в федеральную религиозную трассу. Он потом дальше смотрит по карте и начинает голосовать за дороги, которые находятся в него в городе. И это с тем местом, где он живет. На сентябрь по стране в системе зарегистрировано больше 900 тысяч большегрузов. Каждый день «Платон» пополняется в среднем на 600 автомобилей. Евгения Слинкина, Фатима Зурабова, Александр Подопригора, Дон-24, Ростов-на-Дону. Искусственные легкие, способные заменить настоящие, на несколько недель появились в реанимации областной детской клинической больницы. Ультрасовременный аппарат ЭКМО поможет спасти жизнь пациентам в самом тяжелом состоянии, когда другая аппаратура не справляется. Новый комплекс – подарок благотворительного фонда помощи детям WorldVita. Аппараты искусственной вентиляции легких не всегда позволяют обеспечить уровень насыщения крови кислородом. Необходимы ребенку при серьезном поражении легких и сердца. А значит, теряется шанс на спасение. ЭКМО дает время на восстановление. Это дает возможность отключить легкие на определенный срок и дать возможность реабилитироваться легким. Достаточно много, может быть, и на месяц, и на полтора. Такая помощь может потребоваться при сепсисе, тотальной, двусторонней пневмонии, когда оборудование клиники, даже работая на пределе, не справляется. В больницу поступило два аппарата. Один – стационарный, второй будет работать на экстренных выездах. Благодаря этой транспортной системе можно перемещать модуль за пределы клинической больницы и оказывать экстренную помощь детям в любом районе области, что позволит сохранить такие ценные для спасения жизни минуты. Аппарат дышит за человека. Может перегонять кровь, насыщать ее кислородом. И не только. О возможностях рассказывает представитель фирмы-производителя. Этот комплекс применяется при сердечной недостаточности и необходимости найти донора для пациента и использовать данную процедуру при трансплантации. ЭКМО особенно полезен в эпидсезон, когда велика вероятность вирусной пневмонии. Любое высококлассное оборудование требует естественных специалистов, которые смогут на этом оборудовании работать. Очень хотелось бы, чтобы он был не нужен. Но, к сожалению, мы понимаем, что до 10, а иногда и 15 человек в сезон, в эпидсезон требуют для того, чтобы такой аппарат был. Новые аппараты запустят уже в этом году. А пока группа медиков, анестезиологи, реаниматологи, медсестры и хирург отправятся на обучение в Москву, а потом за рубеж. Олеся Слынько, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Ранние пташки подняли целину. Ведущие утреннего шоу радиостанции «ФМ-на-Дону» познакомились со своими слушателями. Первым населенным пунктом в цикле встреч, стартовавшим на этой неделе, стал центральный поселок Целинского района. Ведь именно его жители – одни из самых активных участников утреннего радиошоу. Познакомиться со слушателем – мечта любого работника радиостанции, признаются ведущие утреннего шоу «Ранние пташка». И вот необычный эфир. В зале слушатели стали зрителями. Люди сейчас посмотрят нас, увидят, что мы разные, будут различать. Вот теперь, наконец-то, они будут различать. Кстати, я думаю, это действительно удобно, очень важно. Посмотрели, да, и теперь у них картинка будет рисоваться. Ведущие Алишер Хаджаев, Сергей Биланов, Оксана Мирошниченко и Анна Глебова показали себя в Целинском ДК. На встречу пришло более 300 человек. И представлять им ребят не пришлось. Их здесь хорошо знают по ежедневным эфирам «ФМ-на-Дону» с 7 до 9 утра. Почему именно Целина стала первой в серии знакомства, объясняет Алишер Хаджаев. Во время одного из эфиров именно по звонку слушателя ребята узнали, что Целинский район с ними уже на связи. Как и программа, обязательно 34 звонка из Целинского района. И таким образом, ну, во-первых, очень благодарны мы вам за эти звонки, а во-вторых, мы поняли, насколько глубокие и умные люди живут в Целинском районе. На личной встрече пташки рассказали о себе, а Сергей Биланов спел несколько авторских песен. Знакомство получилось еще и полезным. Целинцы рассказали о своих предпочтениях в радиоэфире. Очень нравится загадка. Там всегда деткам с ним рассказываю, прихожу, тоже загадываю. Ну, вот, все нравится. Затор этот молодой. Я же так хотела увидеться. Голос Алишера – это вообще все. Я просто падаю, когда его слышу. Мы получили то, что планировали. Мы увидели в глаза своих радиослушателей. Мы у них узнали, что они хотят слышать в нашей программе. Какие темы нам надо поднимать. Мы сегодня имеем. Мы полузаписной книжки исписали этими пожеланиями. Творческие встречи будут продолжены. Следующий населенный пункт определится в ближайшее время. Возможно, пташки отправятся в Тацинский или Орловский район. Инна Панфилова, Юрий Губин, Дон-24, Целинский район. Они забавные, шустрые и симпатичные. Могут быть хулиганами и плюшками. А статус домашнего животного получили не одно тысячелетие назад. В конце сентября Россия вместе со всем миром отмечает Международный день хорька. Не первый год его празднуют и в Ростове. Хорек у Анны Круду появился семь лет назад. И нрав зверька так понравился хозяйке, что решила стать профессиональной заводчицей. Открыла питомник, а недавно весной еще и приют для хорьков. Очень много отказников, очень много потеряшек, сброшенных хорей. Чаще всего хори тяжелые, то есть есть какие-то проблемы со здоровьем. Бывает, найдут хорька, не знают, куда его девать, что с ним делать. Они хотя бы так находят меня, позвонили, что за помощь. Я забираю хорька, и хорек уже дальше идет, проходит реабилитацию, лечение, перестраивается новую семью. Пятнистая Соня – главная звезда праздника, хоть и не хорек. Это перевязка хищницы семейства куньих, занесенная в Красную книгу. Случайные прохожие нашли Соню на улице, сильно покусанную собаками, и принесли в приют. Там перевязку вылечили и отправили в сочинский заповедник. Но она чуть не погибла от тоски по хозяйке, и ее вернули в Ростов. На дне хоря все виновники торжества по-своему особенные. Например, Федор, он не любит мужчин. То есть мы на улице гуляем, не дай бог подойдет какой-то мужчина, мы будем его кусать. Нафаня, он ласковая плюшка. Его взял на руки, он все лапки свесил, и я плюшка. Я плюшка, я мягкий. Ну, а няша, как и положено любой девушке, гиперактивная хулиганка. Хорек на животном рынке Ростова давно не редкость. Счет идет на сотни. Владельцы создают группы в соцсетях, устраивают питомникам пикники на лужайках парков, наряжают, делают педикюр. Есть ветеринары, которые лечат исключительно хорьков. А то, что пушистые проныры спят по 20 часов в сутки – миф, уверяют хозяева. Когда мы на работе, он спит. А когда мы дома, он активничает. Вот и свой праздник зверьки не проспали и с удовольствием участвовали в хоре-гуляниях. Анна Туполева, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дон. Это все новости к этой минуте. Следующий выпуск смотрите в 18.30. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова